Налоговые льготы для окружных предпринимателей, компенсации бюджетникам, работающим в сфере образования, культуры и туризма, увеличение числа получателей выплат ко дню пожилого человека. Эти и другие вопросы рассмотрели депутаты окружного собрания на очередном заседании комитета. Все вопросы, а в повестке их значилось более 30, будут вынесены на предстоящую сессию. На предсессионном комитете окружные парламентарии рассмотрели изменения в окружной закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории региона. Речь идет о предоставлении компенсационной выплаты ко дню пожилого человека. Законопроектам предлагается включить число получателей выплат жителей округа, имеющих первую, вторую или третью группы инвалидности, срок проживания которых в округе составляет не менее 20 лет. Кроме того, парламентарии утвердили порядок установления величины прожиточного минимума. Внесение изменений в федеральном законодательстве предусматривает, что величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации устанавливается в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера, утвержденным правительством Российской Федерации. И доводится до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена. Еще одни изменения в закон Ненецкого округа, который рассмотрели депутаты, касаются гарантии компенсации лицам, работающим в бюджетных организациях региона. Предлагается также лицам, приглашенным для работы в сфере образования, спорта, туризма и культуры, выплачивать с первого дня их работы процентную надбавку к заработной плате в полном размере, как я уже сказала, с первого дня работы. На ближайшую сессию вынесен и законопроект, направленный на поддержку предпринимателя, конкретно снижение до минимума налоговых ставок для региональных бизнесменов. Это фактически затронет все предпринимательское сообщество. Мы оказывали помощь и оказываем сейчас только не некоторому числу в виде грантов и субсидий, то это должно вызвать эффект масштаба, чтобы наши предприниматели вышли из тени прежде всего и, конечно, не пытались скрывать доходы, а фактически пошли в легальный бизнес. Также депутаты согласовали поправки в законопроект Ненецкого округа об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Согласно поправок, дома, в которых меньше пяти квартир, не будут иметь статуса многоквартирных. Настоящая редакция закона – это менее трех квартир. В случае принятия указанных изменений подлежит исключению из региональной программы 10 многоквартирных домов. Один в городе Нарьдмаре, два в поселке Скатли, четыре в селе Оксино, два в квартирном доме в селе Ома и один в квартирном доме в поселке Хорта. Эти и другие вопросы будут рассмотрены на заседании очередной сессии собрания депутатов Ненецкого округа, которая состоится 18 апреля. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север».